Брестская зональная выставка республиканского проекта «100 идей для Беларуси» приняла эстафету в Центре дополнительного образования детей и молодежи. На экспозиции представлены инновационные идеи в различных сферах социального и экономического развития страны. Именно у этих проектов есть шанс получить путевку в жизнь и реализоваться уже в крупных масштабах на предприятиях и социальных объектах Бреста и области. На Брестской зональной выставке республиканского проекта «100 идей для Беларуси» сегодня представлено порядка 30 проектов, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности человека. Это и социальная, экономическая, энергетика, строительство, молодежь школьного возраста, студенты, среднеспециальные учебные заведения, работающие. По сути, все категории проявляют инициативу и отобраны проектами. Проекты в самых разных сферах жизни человека не могут не удивлять. Мы вместе – белорусская мозаика, художественное оформление подъездов домов. И это не полный список инициатив, которые имеют право на жизнь. Чудо-кактус, способный очищать воздух возле компьютера и клоунотерапия, в инициативах представлены все сферы жизни. Авторы идей – активные школьники, учащиеся в среднеспециальных заведениях и двух вузах города. Проекты, представленные на экспозиции в 2012 году, вошли в сотни лучших инициатив страны и доказали свою жизнеспособность. В этом году борьба напряженная, и каждая идея достойна внимания. Наш проект – это в рамках клуба Академии добровольчества. Мы сейчас основное направление – это клоунотерапия. Мы ходим к деткам в больнице, показываем различные мини-представления, ну, так сказать, радуем их от этой, отвлекаем от обыденной жизни. Также наш клуб, он сотрудничает с международным фондом итальянским, поможем им жить. Мы занимаемся поиском детей, которые раньше оздоравливались в Италии. Когда-то у меня возникла идея, так как я участвую в олимпиадах по программированию и часто работаю за компьютером, у меня начинают уставать глаза. Именно поэтому я решил проработать данный вопрос и изобрести прибор, который будет снижать вредное воздействие компьютерных мониторов. Изначально он планировался именно такой. Однако, изучая вопрос ионизации воздуха, я открыл, что данный прибор позволяет также имитировать эффект прогулок на свежем воздухе. То есть, работая, он создает воздух такой, как будто в горном лесу. От того, насколько ярко и креативно продемонстрирует свою идею автор, зависит, попадет ли инициатива в легендарный список лучших. Отбор проектов для выставки «100 идей для Беларуси» пройдет в трех городах области. По итогам региональных выставок экспертный совет определит лучших, которые и представят Брестскую область на республиканской выставке.